МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дистанционное обучение – мастер-класс для преподавателей 4-й школы. Ученикам будет удобно, комфортно, полезно, потому что наши учителя уже готовятся давно к дистанционному обучению. Не надо этого бояться. Коронавирус в России поразил большинство отраслей экономики. Одни из наиболее пострадавших – туристические агентства, которые в большинстве своём находятся в таком же неведении, как и сами туристы. Ежедневный мониторинг новостей о коронавирусе в мире – теперь это часть забот не только туристов, но и сотрудников турагентств. Сфера путешествия оказалась наиболее подвержена наступившему кризису. И что будет дальше – большая загадка для всех. На данный момент многие граждане, желающие отдохнуть, заняли выжидательную позицию. Поэтому поток туристов, конечно, пока что уменьшился. Сегодня для посещения закрыты все зарубежные страны как минимум на месяц. А массовый отказ от путёвок и возврат клиентам денежных средств гарантированно обрушит туристический бизнес России. Банкротами, по прогнозам, в этом случае станут не менее трети всех российских турагентств. Маловероятно, что многие туристы в ближайшее время получат свои деньги при аннулировании турпутёвок. Туроператоры рекомендуют людям оставить деньги на депозите либо перенести дату поездки на более поздний срок. Сменить направление можно в сторону юга России. Отечественные курорты пока ещё готовы принимать гостей. Но разумно ли сейчас путешествие как таковое – вопрос спорный. Как альтернатива есть на данный момент туры по России. Но в связи с тем, что обстановка пока нестабильная, я думаю, что лучше людям всё-таки самоизолироваться. Внести свою посильную лепту в дело противостояния коронавирусу – пожалуй, это вынужденная реальная альтернатива летнему отдыху. Тем же, кто собирается погреться на солнце за границей, несмотря ни на что, следует помнить, что иногда не так сложно уехать, как вернуться домой. Парень выехал, наш тоже минчанин, выехал за продуктами, потому что нужно кормить семью. Его избила полиция, его избила индивидуальная полиция. Они бьют тех, кто выходит во время комендантского часа на улицу. До 14 апреля все рейсы накрылись медным тазиком, то есть всё отменено. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Один из главных вопросов для школьников и их родителей – ждать ли продолжение учёбы после каникул или уроки станут дистанционными. Но каким бы ни было развитие событий, преподаватели 4-й школы к ним уже готовы. С помощью новых технологий учебный процесс можно не прерывать даже в условиях карантина. К возможным внеплановым каникулам уже готовы 53 преподавателя. Весь штат Десногорской 4-й школы. Мы изучили с вами электронные платформы, на которых мы можем использовать элементы дистанционного обучения. И педагоги нашей школы выбрали две платформы, по которым мы будем обучать детей дистанционно. Благодаря этим платформам задания есть для учеников любого класса. Материалы включают в себя теоретический курс, тесты и проверочные работы. Учитель видит не только ошибки, но и то, сколько времени ученик потратил, изучая тему. Заходят под своими логинами, своими парогами, выполняют задания. Я захожу в свой журнал и смотрю, кто выполнил, на сколько баллов, какие затруднения были, сколько времени ученик на это потратил. Проблем новая платформа не вызовет и у детей. С учетом цифровизации и постоянного использования гаджетов, освоение таких обучающих систем – вполне посильная задача. Ученикам будет удобно, комфортно, полезно, потому что наши учителя уже готовятся давно к дистанционному обучению. Не надо этого бояться. Просто нужно ученикам это использовать, активно использовать. И особенно тем, кто сейчас готовится к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте – desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»